МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Деловые новости. В студии работает Владимир Беляков. Нефть марки Брент подорожала до максимума с марта 2020 года. Как сообщает Интерфакс, стоимость эталонных марок нефти растет на сообщениях о том, что добывающие страны во главе с Россией и Саудовской Аравией могут продлить нынешний уровень сокращения производства до 1 сентября. Встреча министров ОПЕК была перенесена с 9 на 4 июня. Несмотря на почти 50-процентный рост стоимости нефти в течение месяца, ряд экспортеров считает нынешние цены на сырье недостаточно высокими и подверженными риску переизбытка предложения. Фондовые индексы США закрылись с повышением, несмотря на массовые беспорядки, сообщает РИА Новости. Многие аналитики связывают восстановление рынка с беспрецедентными масштабными мерами стимулирования, которые были предприняты Федеральной резервной системой и Конгрессом США. Тем временем, бюджетное управление Конгресса США полагает, что полное восстановление экономики после пандемии и карантина займет большую часть следующего десятилетия. ВВП достигнет ранее спрогнозированных уровней, не ранее 4 квартала 2029 года, считают в этом внепартийном управлении. Президент Казахстана Касым Жамар Такаев ожидает выхода казахстанско-российских предприятий на рынки Китая и Центральной Азии, сообщает Комсомольская правда. «Мы будем поддерживать российский бизнес, который реализует инвестиционные проекты в Казахстане. И ожидаем, что результатами нашего сотрудничества станут производства, которые выйдут на рынки КНР и Центральной Азии», – сказал Такаев. Президент подчеркнул, что Россия является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. «Мы намерены активно продвигать сотрудничество с Россией в нефтегазовом, нефтехимическом и других секторах, где производится продукция высокого передела. Активизировано сотрудничество по морским нефтегазовым проектам на шельфе Каспия. «Мы полагаемся на Россию, как на стратегического партнера», – заключил Касым Жамар Такаев. «Курс доллара впервые с середины марта упал на косе ниже 400 тенге», – передает Тенгринюс Кейзет. По итогам утренней сессии средневзвешенный курс доллара на косе составил 396 тенге 77 теннов. Это на 5,5 тенге меньше, чем накануне вечером. В последний раз такие показатели отмечались в Казахстане в марте. По данным курсивки Кейзет, в обменниках Алматы доллар продают по 399 404 тенге, а покупают по 395 400 тенге. «Казахстанские пограничники задержали на границе грузовик, в котором оказался спрятан угнанный Мерседес-Бенц», – передает Тенгринюс Кейзет. 1 июня казахстанские пограничники на автомобильном пункте пропуска в Жамбылской области предотвратили вывоз в Кыргызстан угнанного легкового автомобиля Мерседес. Для незаконного вывоза организаторы прятали легковой автомобиль в грузовой автомашине с пиломатериалами. Документы на транспортное средство у перевозчиков отсутствовали, сообщили в КНБ. Автомобиль передали в Департамент государственных доходов по Жамбылской области. В КНБ показали, что автомобиль смогли обнаружить благодаря сканированию грузовика. В России подскочили продажи ноутбуков. Как сообщает российская газета, только в апреле продажи составили около 10 миллиардов рублей. Показатель ниже мартовского, тем не менее, он на 68% превысил результаты прошлого года. А за 4 месяца этого года россияне купили около миллиона ноутбуков на 42 миллиарда рублей. Это на треть больше, чем годом ранее и на 40 с лишним процентов больше в денежном выражении. Средний чек при этом с прошлого года сильно не изменился и составил примерно 40 тысяч рублей. Эксперты объясняют взрывной рост переходом многих россиян на удаленный режим работы. При этом отмечают, что падение будет столь же резким, как и взлет. Это были деловые новости. На этом все. Всего вам доброго и до свидания. Генеральный партнер программы «Деловые новости» ТО «Торговый дром» Нуртас. Нуртас саудауя жоу кершлекшек төлі серптестігі «Каргалы кенуорнының М-1000 маркала сапалы фракциялық тасын осынат». Сонымен қатар, «Ағшат кенуорнының белгілі М-800 маркала фракциялық таса» Жеткізу мүмкін. Нуртас ең үстіп тас бізде. Біздің телефономыз 4636.